Дорогие друзья, тихонечко начинаем. Это проект ТВ Поэзия, все снимается. В моем волшебном списке в первом отделении, я вижу, уже вздыхал, Евгений Петрушенко с программы «Белые ночи просим». Добрый вечер. Я даже забыл, что у меня программа называется «Белые ночи». Тогда прочитаю это стихотворение. С него начнем. Сфотворение называется «Белые ночи». Снова ночь напролет прогулял. Не впервой по пустынной дороге волочить обалдевшие ноги, проходя за кварталом. А навстречу бредет молодежь, словно шумные лестники утра. Им ужасно, похмельно и мутно. Видно, знатный задался кутеж. Полчаса до открытия метро. У гостинки уже наблевали, и какие-то пьяные крали, и с горла добивают вино. От усталости стали мрачнее. Петербургские сонные лица. И культурная тонет столица в праздновом полоте «Белых ночей». Это ветер, насмешливый ветер, истерит по сырым подворотням. Это город завыл на рассвете в грозовой захлебнувшейся коте. С теориновой тающей свечкой оплывают разбухшие тучи. Эта вечность, бессмертная вечность, оседает на мокрые туфли. Беспокойная, долгое время заблудилась в кривом лабиринте. Эта жизнь пробегает по венам в сумасшедшем, бессмысленном спринте. Это люди, нелепые люди, разбиваются в жирные капли. Это просто дождливые будни. В этих буднях мы просто прозябли. Вообще у меня достаточно много ассоциаций с местом. Я считаю, это злачное сердце Петербурга. Негативных ассоциаций. Это Дунская, это беременные ряды, гостиный двор, просто что он превращается под утро. Следующее свитетворение называется «Петербургский реализм». Тает Питер в своем реализме. Среди пьяных истерик над Думской И в канале, как ржавые листья, светофорные блики. И грустно на душе от таких сочетаний, Хоть кутеж и распутство близки нам. Знать не зря говорят в назидании то, Что клин вышивается клином. И какой бы ты ни был пропащий, Ты не хуже, чем те или эти. Говорят, что идущий, обрящий ты, Что мысли трезвей на рассвете. На рассвете дворой собакой Обтряхнется заплеванный город. И стихах отразится по новой. Реализм затяжен коридором. Напутал немножко. Следующее осмотрение посвящено моему дому, Который имеет одну фасадную часть, И в связи с наступлением революции Не был достроен с четырех остальных. Называется палата номер три. Нелепая палата номер три. Мой сумасшедший дом на Петроградке. Он был свидетелем моих припадков И знает, как рыдает в фонаре. Блестит стекло, начищенный паркет, Нависли стены, словно санитары, И волнами безмолвные кошмары Сбегает в малахитовый рассвет. Так хочется до одыря кричать, Но хоть кричи, хоть шепотом тверди, Мы в этой жизни просто паразиты. Нам, докторам, прописана печаль. И разум разъедает что-то изнутри. Как этот дом я словно наизнанку, И вертится нелепую шарманку. Безумный мир. Палатия номер три. И последнее. Или у меня по времени много? Много, да? Перемешаны душные мысли. В голове вновь бедламы смятения. Мои яркие, глупые жизни Пролетают за четверть мгновений. Пролетает бессмыслица судеб. Над страной, потонувшей в разврате, Мне до чертиков нравятся люди. И на буксории я лишь наблюдатель. В этом мире конкретики мало. Нелогичность к чертям надоела. Как живи, не живи, все пропало. Вместе с глупым, бессмысленным телом. Я люблю, когда пахнет картошкой. Из квартир, в полинявших парадах. Жизнь дана нам совсем на немножко. На немножко она и бесплатна. В этой дикой стране бизнесменов, На обмане построивших бизнес, Не желают работать в три смены. И в России от этого кризис. Ну, наверное, спасибо. Я заканчиваю. Спасибо.